Здорово, народ! Хочу рассказать про нашу ульту колхозную. У нас она небольшая достаточно, но тут в каждом доме собаки живут. И два питомника еще на ней находятся, включая меня и еще здесь Оля, 17. Так вот, вчера у меня один деятель, значит, он приобрел щенька, дворнягу. Ну, такой достаточно крупную, похоже, блин, чем-то на малинуа. И, значит, привязал ее на цепь, как обычно это делается, чтобы охраняло его не территорию, даже обход. Ну вот, цепь такая тоненькая, и ведь собака любит, значит, хватать себя за хвост и крутиться, и, значит, закручивать себя этой цепью. А когда она начинает закручивать ноги, конечности задние, то он начинает там орать, верещать и это самое. И, значит, хозяин решил, вот, чтобы он, значит, не крутился, отрезать ему хвост. Он решил так, что если он отрежет ему хвост нахрен, он не будет больше крутиться. И не просто так. А еще у того, у которого деятеля он это приобрел, этого щенка, он с него хочет взять половину стоимости операции. Ну, одним словом, главное, что он уже с ветеринарами договорился. То есть это говорит о том, какие у вас, во-первых, дураки-ветеринары и какие дебилы люди. Даже не дураки, а хапуги, враги животных. Человек даже не хочет почитать, почему у собаки это самое крутится, хватает себя за хвост. Есть причины. А причина тут одна. Если хозяин дурак, то и собака дура. Ну, все. Так сказал Крылов, как выяснилось. Вот так.